Кемаль Хорошо. Признаюсь, за меня ты опозорена на всю деревню, но что я могу поделать? Не могу я себя сдерживать. Кемаль, давай пойдем в дом. Твои руки замерзли. Пойдем. Никогда не отпускай мои руки, хорошо? Я не смогу. Но сейчас мне нужно отпустить твои руки. Пойдем. Мама, они наконец внутрь заходят. Доченька, ты что, два часа за ними смотрела? Как тебе не стыд, да? О, господин госпожа, рады вас видеть, прошу вас. И мы рады вас видеть. Тетя Севги, простите меня. Из-за меня у вас было много проблем. Да простили мы тебя, сынок. Заходи внутрь, погрейся. Вы замерзли там на улице. Прислонись к печке. Кадаш, закинь немножечко дров в печку, давай. Да-да, закину, закину. Мне уже лучше. Ну, то есть, мне из-за печки стало лучше. В какой-то момент мне показалось, что я не доживу до утра. Доченька, моя дорогая сиротушка. Это нормально, что ты допустила ошибку. Каждый человек рано или поздно ошибается. Быть взрослым, это значит не наступать повторно на те же грабли. Прошу тебя, береги себя. Я знаю, то, что произошло с тобой, произошло из твоей доброжелательности. Надеюсь, те, кто так поступили с тобой, кто лишили тебя дома, будут наказаны. Прежде не все поймут, что ты была невиновна. Будь уверена. Главное, держи свое сердце чистым. Если бы я могла тебе помочь. Но я не могу. Моя голубоглазая. Прежде всего доверять своему сердцу. Я дома. Йилдес? Хандан? Хандан? Хандан, все нормально? Хандан, что случилось? Хандан! Что ты натворила с собой? Хандан! Эх, Кемаль. Как сильно ты меня разозлил. Телефон выключен? Надеюсь, ты сейчас здесь. Да, дорогой фирман. Йилдес, я везу Хандан в больницу. Что? Она выпила лекарств. Она пыталась покончить с собой, Йилдес. Ты что такое говоришь? Ладно. Я бегу. Кузен? 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 Что это такое? Это пицца. Надо же иногда чем-то перекусывать, не так ли? А что такое? Тебе тоже стало меня жалко? Какая жалость? О чем ты говоришь? Я просто хотел пиццу с тобой покушать. О чем ты вообще? Да не знаю. Ты просто начал говорить как матушка. Ты смотри. Это же смешанная пицца. Вкуснятина. И колбаса там. Кстати, ткани твои привезли. Ткани? Да. Которые ты из бурсы заказал, помнишь? Ого. Да у тебя голова совсем поехала. Тебе нужно обязательно что-то покушать. Открой, ротик. Открой, сказал. Кузен. Давай, тебе надо покушать, иначе ты скоро и нас всех забудешь. Давай. Давай. Открой, ротик. Доволен? Нет. Ты весь кусочек должен съесть. Давай, начинай. Прошу, здорово пожаловать. У нас есть места. У нас есть все. Шашлык из баранины, из куры, из говядины. Супы, гарниры, все есть. Прошу вас. Пройдемте. Добро пожаловать. Что хотите покушать? У вас есть суп? Конечно, есть. Есть куриный, есть чечевичный. Давайте чечевичный. Хорошо. Здоровья твоим рученькам, тетя Севги. Такой вкусный суп я еще никогда не ел. Если мама услышит, она убьет меня. Кушай на здоровье. Счастливому человеку даже камень на вкус понравится. Вот что хотел спросить. Вы не против, если я украду вашу дочь на пару часов? Только если вы не против, конечно. Кемаль, куда мы пойдем? Мы же только пришли. К тому же ты сам-то недавно зашел. Немножко погрейся, а то заболеешь. Я хочу тебя с кое-кем познакомить. Для меня это очень важно. Это мой очень близкий друг. Тетушка Севги? Ну, конечно. Ну, хорошо. Тогда пойдем. Может, я сначала приберусь? Да ладно, доченька, мы справимся. Да, сестра, ты иди. Мы справимся. Иди познакомься с его дружком. Только не приходите слишком поздно. Не волнуйтесь, вечером мы будем тут. Кемаль, аккуратно. Ты же можешь упасть. Ты ведь рядом со мной? Со мной ничего не случится. Ну, я пойду. Загляну к компьютерщикам. А то, что это такое? Они не смогли нам два сервера поставить. Ну, разве так можно? Ну, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Где госпожа Ирюль? Она сегодня рано вышла. Но она нехорошо выглядела. Куда она пошла? Не сказала. Ваш суп, госпожа. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Я была вынуждена это сделать, Тунч. Я больше не собираюсь ждать. Джунейд. Ну давай, звони Джунейд. Ты не сможешь забыть ту ночь. Ты вновь придёшь. Джунейд. Если у тебя нет дела, пойдём поговорим. Нет дела, отец. Давай поговорим. Ферман, что происходит? Как Хандан? Не знаю. Доктора ещё не выходили. Она выпила все лекарства в доме. Что ты такое говоришь? Мы её на пару минут оставили. Когда она успела всё это сделать? Разве ты не заметил этого? Я немного опоздал. Когда я пришёл, она уже была без сознания. Ты говоришь, опоздал? Ферман, как ты мог так поступить, а? Я, доверив её тебе, смогла уйти. А у тебя что за важные дела были? Да боже, я Кемаля искала. Боже, что это с нами происходит? Ведь можно было позвонить. Я звонил. У тебя телефон был выключен. Я позвонил в дом, оставил сообщение. А ведь родители её тоже далеко. А если с ней что-то случится? Я ведь тебя никогда не прощу. Не переживай. Ничего с ней не случится. Вам ещё что-нибудь нужно? Счёт. Сейчас. Может, вам чай принести? Спасибо, не стоит. Суп 3 лиры, горох 6 лир, вода лира. В сумме получается 10 лир. Это как? Они ведь были здесь. Нет, нет. Я, кажется, выронил деньги. Они, наверное, в парке. Я сейчас принесу, позвольте мне, это рядом. Сестра, нельзя. Ты убежишь, а проблемы у меня будут. Я же говорю тебе, я деньги выронила. Пожалуйста, позволь мне уйти. Обещаю, я тебе больше денег дам. Нельзя, сестра. Если у тебя нет денег, зачем ты сюда приходишь? Потом у меня же проблемы будут. Что здесь происходит? Наргиз, Элли нет в кабинете. Ты знаешь, куда она могла уйти? Я что, личный ассистент Эллюль? Что это такое? Шутка? Нет. Будто нам нечем заняться, кроме интересоваться госпожой Эллюль. Недавно и господин Дженетт спрашивал. Не знаю, что происходит. Да ладно. Как так получилось, что ты не поняла, Наргиз? Я удивлен. Ладно, Эллюль сказала, куда отправилась? Нет, не сказала. Ладно. Эллюль, да и Эллюль бы то проблем нет. Ты не пошел на вчерашнее завещание. Ферман там один был. Помнишь, ты говорил, что мне стоит отдохнуть? Вот я отдохнул. Отец. Не надо ко мне больше других отправлять. Сам лучше спрашивай, как я. Хочешь посоветовать? Сам советуй. Человек учится на своих ошибках. Ты действительно оказался прав. Но в этот раз не надо праздновать. Не видишь, Толи, мне очень больно. Джинейд. Мой отец смотрел мне в глаза только когда меня бил. Поэтому я не знаю, что должен делать отец в таких ситуациях. Я такого никогда не было. Я такого не видел. Но я очень сильно стараюсь, Джинейд. Я всегда старался не быть похожим на своего отца. В то время, как кому-то из моей семьи очень больно. Не могу я радоваться, что я был прав. Просто не могу. Вы меня что-то животное прозвали. У меня внутри все вверхном. Когда я смотрю на тебя, мне становится не по себе. Я не могу вдыхать. Я не могу видеть тебя в таком состоянии, Джинейд. Когда я вижу твою боль, я не могу на тебя спокойно смотреть. Поэтому я не могу тебя спросить, как ты. Именно поэтому я отправляю других. Прости меня. Клюнуть в меня есть деньги. Я просто выронил их. Я уже сказал этому человеку. Они здесь рядом. Позвольте мне их взять. Ладно. Тогда пойдем вместе посмотрим. Много таких людей было, которые обещали вернуть, но не приносить. Таким мы больше не доверяем. Молись, чтобы нашла. Хорошо. Пойдемте со мной. Моя хорошая, почему ты так поступила? Почему ты так сильно расстроила нас? Она спит. Что доктор сказал? Угрозы жизни больше нет. Они промыли ей желудок. Но несколько часов она еще должна оставаться здесь. Я решил кое-что купить. Покушай. Ты сегодня очень устала. Слава богу. Доктор сказал, что ей нужна сейчас психологическая поддержка. Ей нужно дать показания полиции. Полиции? Не волнуйся, я совсем разберусь. Ферман. Паша, давай немедленно заберем ее отсюда. Не надо затягивать все. И не надо заводить дело о самоубийстве. Ладно, не волнуйся. Не будет никакого документа. Но она может вновь попробовать. Думаешь, я оставлю ее без своего внимания? Уж после произошедшего. Не дай бог. Слава Всевышнему. Я жива. Да. Не надо больше думать об этом, хорошо? Я пойду с документами и разберусь. Хорошо, дорогой. А, Ферман. Пожалуйста, сделай так, чтобы наши не узнали. Не волнуйся. Кемаль. Кемаль. Фондан. Моя хорошая, как ты? Сестра Илдес. Кемаль пришел? Кемаль. Он придет, моя хорошая. Ну, видишь, мы с тобой. Мы рядом. Он ведь не пришел, да? Даже если я умру, ему будет плевать. Лучше бы вы не спасали меня. Лучше бы я умерла. Лучше бы я умерла. Субтитры сделал DimaTorzok 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 хорошо хорошо ты не будешь так впредь поступать хорошо ты больше не будешь нас расстраивать хорошо хандан видишь какой хороший напиток выпей немного матушка так это ты от тебя ни слуху ни духу я вот решила проведать что у вас тут хандан что случилось доченька эльюль открыть дверь я знаю что ты там что мы делать то будем открой же дверь а что тут такого там уже знаю зачем он пожаловал нет сейчас не время не обращай внимание немножко постучит и уйдет он никуда не уйдет я спрячусь почему ты не открывала дверь у меня мигрень я спала выздоравливай ты не пригласишь меня войти джунейт я не в том состоянии чтобы разговаривать давай потом а эльюль нам нужно поговорить джунейт я правда сейчас не способна говорить не преувеличивай ты нормально выглядишь нам нужно поговорить нам нужно решить этот случай джунейт 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 вот я сидела здесь сначала я взяла деньги а потом со своим платком я положил их в сумку я наверное выронила их там было пятьдесят лир а 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 здесь нет никаких денег ты зря оставляешь нас искать видимо кто-то забрал деньги боже мой ну хватит заканчивай цирк какую историю ты придумал ради десяти лир еще человеком себя называешь а а а а а что произошло доченька что с тобой да ничего матушка не волнуйся живот у нее разболелся не знаю что она съела я сделаю лимон с мятой ей полегчает тебе уже лучше а а почему вы мне не сообщили матушка но ведь у тебя столько проблем не похоже что она что-то не то съела елдес разве можно было не сообщить они не могли матушка они думали обо мне мама зухра а сестра у нас ничего не рассказывает чтобы мне не было стыдно но ты ведь не как матушка это я знаю но что случилось кем он меня бросил мы расстались что между нами стала другая нас разъединили устроили ловушку нашу любовь уничтожили с вчерашнего вечера все вверхном так не может продолжаться стой не надо продолжать нам нечего обсуждать ты убегаешь елёль я не позволю мы должны это обсудить хорошо тогда давай выйдем на улицу у меня голова болит мне нужно воздухом подышать нет будем здесь разговаривать и прямо сейчас мы уже все обсудили о чем мы еще можем говорить ты свое сказал вот и все нет не все эллю мне неспокойно а тебе уж тем более так это продолжаться не может да вчера вечером мы были вместе все поменялось но не может оно настолько кардинально измениться мне очень неспокойно эллюль я не обманщица нет денег я выронила их а я доверился тебе оставил свое кафе и пришел сюда я клянусь я выплачу вам деньги все отдам нет нет в политическом участке все расскажешь пойдем ну ладно пойдемте но я не врала вам просто знайте об этом у меня были деньги я видимо их выронила я выплачу вам долг раз уж ты не боишься идти в полицию ты не врешь ну ладно в таком случае ты другим способом не оплати все каким? мне уборщица нужна чистя оплатишь хорошо главное чтобы вы поверили мне сейчас ты все увидишь мне не нужно тебе доверять пойдем за мной Джинетт хорошо потом поговорим не надо на меня давить я не давлю но я не молчу мы должны разобраться хорошо тогда умоляю давай выйдем отсюда мне нужно подышать а? пойдем ладно давай выйдем черт вас подери я не хотел бы рассказывать тебе об этом мама Зуфра но я вижу в тебе свою маму конечно ты расскажешь мне об этом доченька значит дочка уборщицы моей дочери да? ты уверена в этом? не может быть никакой ошибки я тоже сначала не поверила в этом но я увидела все своими глазами и Кемаль все признал ой я с ума сойду а как это случилось? как они познакомились? он ее здесь что ли увидел? нет матушка она из деревни все что случилось случилось когда Кемаль к Бирату поехал боже мой этот ребенок нас с ума сведет он неужели о нас не думает а? что будет с этой девушкой а? она приворожила Кемаль уж я то знаю иначе с чего это Кемаль смотреть на нее? это обычная подошва из деревни вот и все ой что это с нами происходит? клянусь если Усман узнает такое произойдет на всем конец настанет всем ладно мама ну не надо так мучить себя хватит расстраиваться а ты пожалуйста немного успокойся ну же я пойду переоденусь а то я пахну больницей нет в этот раз Усмана никто не остановит да еще и после того что с Джунейтом произошло боже мой боже спаси он же что-то сделает нет нет мне нужно остановить Мехмед Кемаля нет нет я этого не допущу ой как же я намучилась как думаешь она разрешила? разрешила я услышал внутри себя услышал ее голос услышал? да она сказала ты никого не сможешь кроме Бахар полюбить если я обещаю ей что всю жизнь буду любить только тебя то она одобрит ты обещал ей? обещал и она отдала меня тебе я тоже услышала она сказала что Бахар больше не полюбит никого кроме Кемаля я всегда этого хотел хотел познакомить любимую женщину с Фердой но каждый раз когда я думал об этом мне становится плохо на душе ее ведь нет сейчас а я здесь пора мне казалось недостойным что я жив а она нет ну а сейчас сейчас есть ты есть мы если бы Ферда была жива она бы сказала живи ты заслуживаешь этого поэтому я и посчитал что она должна знать об этом она любит меня и тебя она полюбила я чувствую теперь она спокойна я тоже спокойна это тоже надо вымыть я справлюсь я справлюсь мне не сложно ну что ты уже привыкла я сейчас же все сделаю только ничего не разбей а то долг твой увеличится не волнуйтесь я очень внимательно ну ладно а зовут тебя как? Ферда имя у тебя хорошее спасибо я скоро все закончу вы не переживайте я очень внимательно вот так вот хорошенько полежи и не думай ты об этом всем держись у тебя все будет хорошо спасибо мама Зухра если бы не вы я буду на кухне если тебе что-то понадобится позовешь боже мой почему так поступает этот ребенок ты посмотри на нее она вернулась из мира мертвых она заснула? нет она о Кемале думает думаю скоро заснет эх Кемаль какие проблемы ты нам создал ну конечно думали о Джунете и забыли о Кемале эх Ферма мне кажется нужно будет уже скоро людей нанимать чтобы они следили за этими двумя матушка вы конечно извините но я не думаю так же как и вы хорошо то что сделал Кемаль это неправильно но у них ни свадьбы ничего они никак не связаны ты вообще слышишь о чем говоришь? Кемаль молодой и красивый конечно он будет наслаждаться жизнью не так надо жизнью наслаждаться не надо наслаждаться жизнью мучая других людей Ферман мы ведь даже не выслушали Кемаля кто знает что между ними случилось а что было бы лучше если бы он изменял ей? хорошо Хандан любит Кемаля но это любовь насильно ведь не полюбишь а Зве лучше будет если он несмотря на все будет в несчастном браке с Хандан по-моему так даже лучше что не начавшись все закончилось ты не знаешь о чем говоришь Ферман ты не видел в каком состоянии она но ты посмотри на нее я все вижу но это ведь не железный аргумент по-моему человек не должен выходить замуж за нелюбимого человека только из-за обещания матушка не пойми меня неправильно я не говорю о нас Йилдес мы любили друг друга дополняли друг друга но они не такие они молодые новое поколение они не такие как мы по-моему будет гораздо лучше если они расстанутся я даже представить не мог жить без Фариды мне казалось что без нее я не смог бы жить я очень хотел чтобы моя мечта исполнилась я пришел домой и сразу с ней поговорил спросил где она хотела бы чтобы мы жили спросил сколько бы ты хотела комнат в квартире сколько детей у нас должно быть имя девочки имя мальчика я все продумал и поделился с ней почему ты рассказываешь мне об этом чтобы мне было еще больнее нет я хочу чтобы ты поняла меня послушать ты очень красивая женщина любой мужчина будет желать быть с тобой типичная отмазка и сейчас заботясь обо мне ты захочешь расстаться со мной не так ли эйлюль я прошу тебя послушай я очень откровенен сейчас мало но ты узнал о меня и ты знаешь что я не такой человек и когда ты ведешь себя так мне кажется что я лишь пользовался тобой вот и все вот как а разве ты не спал со мной ради того чтобы отомстить Фариде а сейчас ты хочешь назвать нашу ночь ошибкой эйлюль послушай ошибку ошибкой не исправишь я знаю вот видишь ты признал что это ошибка тунч эйлюль это была не ошибка эйлюль послушай мне нужно восстановиться я не могу нормально сейчас жить до глубины ногтей я испытываю боль я не хочу чтобы эта боль тебе передалась тоже не могу сказать что у тебя хорошо получается ну ладно если ты закончил давай пойдем мне холодно молодец быстро работаешь ответственно спасибо тебе спасибо нехорошее знакомство у нас получилось но мне понравилась твоя работа ты выплатила долг у тебя есть работа нет если хочешь можешь здесь работать серьезно что ли серьезно думаешь я лучше тебя смогу кого-то найти спасибо огромное конечно я хочу работать ну хорошо утром в 6 будь здесь нужно будет кухню подготовить это долго возьми это зарплата за первый день но я сегодня ведь работала чтобы выплатить долг к тому же разве это немного ты на 10 лир покушала а поработала много вот возьми до того как выйдешь немного прибери здесь хорошо я все сделаю рада вас видеть проходите мы надеюсь не опоздали нет не опоздали заходите холодно же спасибо что разрешили заходи к нам нет сегодня я не хочу больше вас тревожить я зайду к Бирату и поеду сынок ну зайди ты внутрь выпей чаю немножко согрейся Бират никуда не убежит ладно я выхожу не хочу чтобы ей было неловко из-за меня хорошо дорогой Ферман ни в коем случае не говори ни о чем Усману хорошо матушка всего доброго черт подери я хочу умереть я так больше не могу я хочу умереть Хандан что ты делаешь приди в себя почему вы спасли меня сестра Элдис я ведь не хочу так жить я хочу умереть Хандан ну не надо доченька Хандан я не могу дышать без Кемали я не могу дышать послушай ты нас тоже расстраиваешь почему ты так себя ведешь все наладится вот увидишь не могу я жить без Кемали вы понять не можете я не могу жить без него не надо Хандан не надо моя хорошая мне конец все кончено в жизни пришел конец не говори так Хандан ничего не закончилось мы с Кемалем все пережили вы поняли меня все пережили как я буду теперь смотреть в лицо своей семье мы с Кемалем были вместе всего доброго всего доброго брат сестра удачи тебе дядя Кадир я выхожу не хочу автобус пропустить дядя меня назвал я что на дядю что ли похож придурочный дядя Я сделаю все, чем вы просили. Если вы позволите, я могу идти? Ну ладно, завтра не опаздывай. Хорошо, спасибо вам за все. Всего доброго. Всего доброго. Алло. Братец, сегодня из Хатон пришла. Я взял ее на работу. Ты бы видел, какая она. Зафиер, у меня тут, кажется, праздник помечается. Увидимся. Увидимся. Эйлюль. Я не хочу терять дружбу с тобой. Послушай, Дженейт. У меня есть чувства к тебе. И поэтому я так не могу. Не получается у меня. Я отдаляюсь от тебя. Если ты не хочешь этого, ты должен проявить усилие. Усилие. Сожалею, Эйлюль. Не могу я появить усилия по отношению к тебе. Я даже себе помочь не могу. Эйлюль. Я не хочу терять дружбу с тобой. Но я и так все потерял в жизни. Если еще что-то потеряю, особо ничего не изменится. Я не могу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему, Фарида? За что? Добро пожаловать на наш канал! 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 я выхожу удачи тебе ты не будешь завтракать я опаздываю работа ждет удачи сынок увидимся матушка что случилось мама напиши мне адрес этой госпожи севги мама что ты не сообщишь мне адрес ладно ладно я напишу могу ты уже проснулся давно ну хорошо тогда вставай мама много всего заготовила на завтрак надо хорошенько поесть ты не сказал назош да сказал сынок ну зачем ты сказал о чем сказал я не понимаю что ты имеешь ввиду но я про бахар если назош узнает об этом то и наши узнают об этом тогда мне смертный приговор подписан хорошо но твоя сестра значит и расстался с хандан и теперь узнают все сестра не поговорив со мной никому ничего не скажет но я по поводу хандан боюсь брат скажи уже всем покончи с этим не надо так постоянно в напряжении сейчас у нас там много проблем брат не хочу еще своими нагружать их да я понимаю я когда пришел заметил а что такое но забудь я не хочу об этом говорить может быть потом ну ладно о чем паша захочет а то мы будем говорить хорошо тогда давай об ахар поговорим брат моя девушка она такая красивая разве не так не знаю наверное так ну да стыдно тебе это не знать она ведь твоя тетя а она твоя сестра ладно давай позавтракаем а у бахар столько положительных качеств разве может быть девушка настолько прекрасная а ты не знаешь конечно немножко заставил меня помучиться для прощения а вот он столько всего мы обсудили с ней и этот голос вот такой горячий а потом мы пошли на могилу ферды она плакала снова знала и всю жизнь она течень эмоциональная да это так я соскучился по ней позови ее пусть придет что ты такой же ты что с ума суть сошел я тебе что этот что ли что они потом соседи будет говорить что подумают а что случилось наши места на маши не похожи тут у 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 че и это большая глупость и ты думаешь что сможешь убежать от меня ведь рано или поздно ты придешь наш офис Если ты не хочешь при всех опозориться, немедленно найди меня. Иначе, имей в виду, я тебя не помилую. Я всем расскажу правду и опозорю тебя, Илюль. Они оба ещё не пришли. Ещё не пришли? И что мы будем делать? Будем ждать. Выхода у нас нет. Выхода нет, значит? Тоже мне. Сколько будем ждать, Тонч? Не знаю, дядя. У тебя есть идеи? Понятно, что происходит с Джинейтом. Возможно, сегодня вообще не придёт. Илюль, мы уже видели её посещаемость. Возможно, она сегодня тоже не придёт. Этим ты будешь заниматься. Хорошо, но я ведь не знаю подробностей этого дела. Этим Джинейт занимался. К тому же, у меня и так очень много дел. Это твоя ответственность, Тонч. Меня это не волнует. Уже эта голова на плечах разве? Нет. Ты знал об этом. Я должен был заменить ситуацию. А что я сделал ты? Откинул всё на последний момент. Ты должен был сразу ознакомиться с делами этого дела. Мне были быть чёрт в таком положении. Но откуда у вас эти знания? Пока я не скажу, вы ничего не додумаетесь сделать. Ладно, дядя, хорошо. Я этим делом тоже займусь. А сейчас твоё позволение не могу идти? Иди. Что такое? Кажется, господин Осман сегодня не в духе. А что такое? Ты собирался в нём зайти? Когда Джинейт придёт, пусть обязательно меня найдёт. Боже! Боже! Ты спал, что ли? До твоего прихода я спал, сестра Назира. Доброе утро. Доброе утро, дорогой. Извини, пожалуйста. Обычно в это время ты едешь на работу, а в это время я тут убираюсь. Я пойду сейчас в душ. Потом приберёшься. Хорошо, ты иди. Я заправлю твою постель. Послушай, матушка, а мы точно правильно поступаем? Мне это совсем не нравится. Может, нам сначала с Кемалем поговорить? А? Кемаля попросту не отыщешь. И домой он не пришёл. Остался у Бирата. Ну хорошо, об этом я и говорю. Сходили бы к нему, выслушали бы Кемаля. Нет, нет. Не собираюсь я затягивать это дело. Но. Никаких но. Кемаль не будет знать, что я знаю об этой ситуации. Ну то есть, если отец твой узнает об этом, конец нам всем настанет. Илдес, поэтому мы сами с этим разберёмся. Моему жену это ведь так сейчас очень плохо. Но виноват это я. Это я и открыла дверь нашего дома. Ладно, мама, ладно, ты не печалься. Случившего не исправишь. К тому же, разве это похожая ситуация, а? Ты хотела спасти жизнь одной девушки. Хотела. А чем это кончилось? Я своими же руками сделала больно сыну. Но в этот раз похожей ситуации не будет. Ладно, матушка. Но будь осторожна, чтобы Кемаль тебя там не увидел. Мне очень скучно там в комнате. Присаживайся, дорогая. Я тебе чай принесу. Нет, нет, я сама. Я налью тебе. Я позвоню Киазиму, пусть приедет и заберёт меня. Мама, ты бы хотя бы немножечко поела. Думаешь, у меня остался аппетит? Как думаешь, где Кемаль? Откуда мне знать, дорогая? Он у Берата. Я когда мимо проходила, я увидела. Твой сумасшедший любовник не ушёл. Кадр, подойди, доченька, сюда, пожалуйста. Наверняка она мне сейчас поручит какую-то работу. Наверняка. Дорогуша, можешь отвезти это к Берату? Ну, мама. Ну, давай, дорогая. Надо успеть до того, как он закончит завтракать. Какая мне разница, пусть Бахар отнесёт. Кадр! Что? Ты уже подготовилась? Ты из дома выходишь как раз. Ладно, я сама отнесу. Мама. Дай-ка мне. Кадр права. Я по дороге занесу. Хорошо, возьми. Берат любит мою стрипнюю. Пусть покушает, пока не остыла. Ну, давай, желаю удачи. Желаю удачи. И привет передавай друзьям. Берат. Что случилось, брат? Что это значит, наши места не похожи на ваши, а? Это что означает, что ты сказал? Что значит позвать её сюда, а? Послушай, брат, защищаешь от меня девушку, которую я люблю, что ли? Боже мой. Не волнуйся, я больше тебя переживаю за неё. Доброе утро. Я тебе бурек принесла. Я успела к завтраку? Успела, успела. Проходи. Доброе утро. Доброе. Ну как? Спокойно смогла дойти? Дом-то твой далеко отсюда? Нет. Нет, нельзя скачать далеко. Я с вашего позвонения пойду работать. Секунду. Надевай это и начинай. Это твоя униформа. Хорошо, спасибо. Если ты голодна, сначала покушай. Нет, спасибо. Ты не стесняйся. Нельзя голодной работать. Давай. Ладно. А. И чайка себе налей. Хорошо. Хорошо. Тунч? Что такое? Испугалась, что все узнают о твоем позоре? Нинси, чушь. К тому же, что это за дешевые выходки? Да нет, есть более дешевые выходки. Ты вчера опять была с Джонейтом? Отвечай мне, Илюль. Ты должна мне все рассказать. Я не должна отчитываться перед тобой. Ты и так все знаешь. Да, я спала с Джонейтом. А что не так? Что не так? Ты еще спрашиваешь, что не так? Не все так просто, Илюль. Не все так просто. Я сейчас пришла, доченька. Ты не переживай. Я не покажусь на глаза Мехмед Кемалю. Нет, нет. Машина в деревню не заехала. Казым потом заедет за мной. Ладно, ладно. Ладно, я сообщу тебе. Увидимся. Прекрасно получилось, прекрасно. Приятного аппетита. Бират, почему ты не кушаешь? Это же твоя любимая еда. Бират, не бойся. Не отправишься. Не я готовила, а мама. Нет, мне не хочется. Он на меня разожрелся. Он не будет кушать. Да нет, что ты. А почему? Что случилось? Да, ничего не случилось. Кемаль, а тебе тоже хватит нести чушь. Тогда кушай, ты расстраиваешь ее. Ага, вот так вот. Ты тоже покушай. Нет, нет, я дома покушаю. Нет, ты покушаешь здесь. Да я дома покушаю. Открой ротик. Кемаль, открой. Хорошо, но Бират все еще не кушает. Бират, ты же очень любишь эту еду. Ты обычно в норме сейчас бы все съел. Мы бы с трудом у тебя отбирали еду. Оставь, пусть его девушка покормит. Действительно, а что у тебя с той девушкой-то? С какой? Ну, из-за которой у тебя сердце горит, братец. Спасибо вам огромное. Я пойду, приступлю к своим обязанностям. Ты вчера на кухне не прибрала? Прибрала. Ничего не понимаю. На кухне были стулья. Ты их не видела? Нет. Я ведь до вас вышла. Тоже верно. А еще я это нашел. Это твое? Отвечай мне, Илюль. Вчера вечером ты опять была с этим подонком? Тунч. Ну, хватит. Пусти, говорю. Почему ты так удивился, а? Чего ты ожидал вообще? Рано не поздно это произошло бы, и ты знал об этом. Что ты такое говоришь, а? Ты при первой же возможности легла с ним в одну постель. Не надо ревновать. Разве это не входило в наши планы? Перед тобой что, ребенок, что ли? Не входило это в планы. Сначала вы должны были пожениться, а потом уже спать. Какая же ты дура, а? Чего ты пытаешься добиться? Так, ну хватит. Хватит уже наезжать на меня. Не буду я терпеть твои приступы ревности. Какой такой ревности, а? Что ты о себе вообще возомнила? Ради этого плана я жизнью своей рискую, понимаешь? Жизнью. Я от всего отказался. Тунч, послушай, выслушай меня. Ты меня будешь слышать. Не тебе. Никому-либо другому я не позволю испортить мои планы. Ты поняла? Ничего не испортилось. Джунейт у меня на крючке. Мало осталось до завершения этой фазы. Мало осталось до завершения твоей истории, Эллюль. Ты такую глупость сотворила. Теперь ты для Джунейта лишь игрушка, не более. Ты ошибаешься. Джунейт дорожит мною. Он не хочет меня потерять. Она ведь это серьезно, да? Ты, Джунейта, ни капельки не волнуешь. Ты бы губила весь наш план. Я больше не буду в этом участвовать. Как это? Что ты такое говоришь? Я не могу доверять тебе. Теперь ты действуешь одна. Какой же ты скрытный человек, а? Сначала рассказал нам обо всем, теперь молчишь. Не, ну прекрасно. Кемаль, хватит чушь нести. Не дави на него, Кемаль. Если он захочет, он расскажет. Нет, он расскажет сейчас. Мне не о чем тебе рассказывать, брат. Это было временное чувство. Было и прошло. Мне казалось, что это не будет временным чувством, однако. Кемаль, ну прошу, не тяни, а то Бахар подумает, что что-то есть. Да и к тому же... появилась другая. Да ладно. Да, ее зовут Нургюль. Ну, она из деревни хотя бы? Бират, а я ее знаю. Ну? Бират, это что, Нургюль со школы? Да, это она. О, я очень рад, Бират. Ну, желаю вам удачи. Спасибо. Поздравляю тебя, братец. Спасибо. Я очень сильно опаздываю. Я подвезу. Спасибо, братец. Ты не опаздывай на работу. Я подвезу. Бират, я еще раз хочу поздравить тебя. Спасибо. Передавай привет тете Севге и поблагодари ее за Бурек. Хорошо. Братец, увидимся. 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 Матушка, удачи. Кадыр, подожди секунду. Мама, не хочу ее. Вонять будет в сумке. Дорогая, у нас что, есть деньги, чтобы кушать где-нибудь в ресторанах, а? Возьми. Боже мой. Не хочу я. Кадыр. Ну, Кадыр, мы ведь с тобой еще встретимся. Сестра, Кемаль. Я просто учебники забыла. Вот собирался их взять. Если хочешь, я принесу. Но с одним условием. Довезите меня до школы. Отвечай же, доченька. Не стесняйся, это твоя фотография или нет? Моя. Видимо, выронила. А кем он тебе приходится? Кто это? Любимый человек? Это что, твой муж? Он знает, что ты здесь работаешь. Он не переживает за тебя. Я, я, я хочу. Мы просто собирались пожениться. Я собираю деньги. Твоя семья знает, что ты здесь моешь посуду? Конечно. Я сообщила им. Ну, хорошо. Иди, оденься. Ну и поскорее начинай работу. Женщина, хотя бы разок бы позвонила вовремя. Не кончаются проблемы в этой анкере. Вечно одно и то же. Вечно у меня проблемы из-за тебя. Что такое? Что тебе опять нужно? Что? Что? Я пойду проверю, Кадер. Кадер. Кадер, давай быстрее, сестра. Иду, иду. Я просто сумку забыла. Ну давай, ты же опоздаешь. Боже мой, ты ведь тоже можешь опоздать, но кажется, тебя это мало волнует, да? Кадер. Возьми это. Тогда сначала мы подбросим Кадер, а потом тебя. Ну, конечно. К тому же так вы больше времени проведете вместе, не так ли? Так, ну Кадер, давай. Что такое, стесняешься? Машина, конечно, монстр. Кадер. Субтитры создавал DimaTorzok Рад тебя видеть, Султан Взаимно Сестра Силькик, что ты не появляешься нигде? Тебя даже на остановке нет Да ладно тебе, Султан, у меня просто сейчас очень много дел Пойдем, я тебя угощу чаем Кемаль Тебе не стоило выходить из машины Почему? Давай подожду тебя здесь Ты что, с ума сошел? Иди отдохни Жалко же тебя Ты пропустила первую пару Ничего не случится? Не случится, я наверстая упущенная Ну ты иди уже Кажется, меня только поцелуй убедит Ну увидимся Бахар Может больше не будем одевать эту блузку? А что такое? Не смотрится? Наоборот Она тебе очень подошла Если она всем понравится так же, как и мне У меня будет много проблем Ну хорошо Тогда подержи вот это Я накидку тогда надену Тогда никто не увидит мою блузку Хорошее решение Ведь твой молодой человек очень ливнивый Не будет проблем, не переживай Увидимся Султан, ты все же не забывай про меня, хорошо? Я ищу новые дома, которые могла бы убирать Пожалуйста Хорошо, хорошо Я помню тебя, сестра Севги Ну, желаю тебе удачи Увидимся Добрый день Прошу вас Вы, госпожа Севги? Да Могу я войти? Конечно, прошу вас Вы пришли по поводу работы? Извиняюсь Ну, то есть вы ищите себе домработницу? А Нет Я Зухрэ Козан Мама Мехмед Кемали Нет Нет, ты не можешь бросить меня на полпути Не позволю я тебе Надо было думать об этом до того, как ты залезала в постель с этим Это конец Все кончено Но ведь Привет Привет, Кузен Добро пожаловать Ты меня звал, Кузен? Да Нам нужно поговорить Что такое? О чем будем говорить? Абэйлюль Абэйлюль? А что не так с Эйлюль? Да Забудь ты Нет никакой темы Есть тема Мы поговорим Расскажите, в чем проблема, ради бога Послушай, Кузен Эйлюль очень важна для этой компании Я тоже поспособствовал этому Но есть кое-что, о чем я узнал И после этого я пожалел, что она пришла сюда Прошу вас, проходите Извините, пожалуйста, за беспорядок Присаживайтесь, не стойте на ногах Обычная житейская ситуация Ну, если еще стойте на ногах Прошу вас, садитесь Я чай заварила Хотите? Или я могу кофе вам сделать? Не стоит, спасибо Но Разве так можно без напитков? Пожалуйста, сядьте Но с вами нужно кое-что очень важное обсудить Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вы не считаете Это на вас не похоже Я сам дальше разберусь Ты постарайся Нам нужно успеть Да, Кузен Давай напрямую будем говорить Мне кажется, ты понимаешь К чему я веду данный разговор Ладно В ту ночь Когда мы пили текилу Я оставил вас наедине Ты не вернулся домой Ну, то есть Ясно, что вы были вместе С Эйлюль Кузен Это тебя не касается Эта реакция показывает, что я прав Тунч, вы правда чушь несете Хорошо, на время вы неправильно выбрали Ты используешь Эйлюль, чтобы забыть Фариду Так Эйлюль это понимает Из-за этого этот разговор Тунч, ты пересекаешь границу Да меня не интересует, что было между вами Кузен Но меня это тоже касается Вы не появляетесь на рабочем месте Не выполняете свои обязанности Думаете непонятно о чем Конечно, у вас есть отмазки Эйлюль-то новая у нас Но Аджунейд Переживает сложный период Дядя вас, конечно, не трогает Но чуть что, он сразу обвиняет меня И мне это надоело Придите в себя Или сообщайте мне обо всем, чтобы я смог подстраиваться Хорошо Я поговорю с отцом Если у тебя были проблемы из-за меня, извини Вы сначала между собой Разрешите ситуацию Так вы не сможете работать Между нами нет никаких проблем Мы просто коллеги по работе Не так ли, Эйлюль? Тема закрыта Желаю удачи Ты все слышала Не надо себя обманывать Вы лишь коллеги по работе И это останется неизменным Выпейте горький кофе Потом поговорим Правда, не стоило Зря старались Но Вы все еще сидите в своем пальто Можно я возьму? Спасибо, не стоит Ну, конечно, холодно же Извините Послушайте Я пришла сюда не погостить Перейду сразу к делу Я слушаю Мой сын Ради вашей дочери Он расстался С своей девушкой Я здесь, чтобы с вами Обсудить этот вопрос Как два взрослых человека Привет, маленький босс Привет, бродяга Два дня Ты нигде не появляешься Где ты был? Смотри, что он мне говорит Это твое лицо Сейчас увидит чудо Иди ко мне Клянусь, я скучал по тебе Ты извини меня, брат Столько дней у меня были свои проблемы Я забыл о твоих Давай мы с тобой Хорошенько поговорим Как братья А? Пойдем покушаем рыбку Да забудь, братец Нам с тобой нечего обсуждать К тому же И времени на это нет Ладно тебе, братец Кемар Ладно Если ты хочешь поговорить Ты расскажи о своей жизни Как пожелаешь Ну, давай, рассказывай Ну, мы расстались, Хамдан Но это для меня не сюрприз Ну, а Бахар Бахар узнал о Хамдан Все немного завертелось Но Я смог получить прощение Но я не удивлен Ну, а наши что говорят по этому поводу? Ничего Потому что они не знают об этом Хамдан не сказала им Только сестра знает Но она хранит молчание Видимо, она думает, что пока рано говорить Так же, как и я Ну, после того, что произошло недавно Надеюсь, все будет так, как ты хочешь Я не смог стать счастливым Надеюсь, ты будешь счастлив Удачи работы Спасибо Отдохни немного Не надо тебе уставать Дела сами решаться Постить ли это? Нет Не стоит Я почти закончил Ладно Как знаешь Я не поняла, госпожа Зухра Они долгое время встречались с Хамдан Ну, то есть они нигде, нигде встречаются Не знаю, что он пережил с вашей дочерью Как так получилось, что он бросил Хамдан и пришел к ней? Я не имею ни малейшего понятия Но есть кое-что, о чем я знаю наверняка Я прекрасно знаю своего сына Мехмед Кемали И знаю, что он никогда не откажется от Хамдан А ваша дочь для него всего лишь развлечение на пару дней Я спрашиваю лишь об одном Давайте мы будем сотрудничать по этому делу Мне не показалось, что это просьба госпожа Зухра Ну что вы Я просто хочу, чтобы мы оберегали наших детей Они молоды и неопытны Но того, как это привело к необратимым последствиям Наши семьи должны разобраться с этим вопросом Госпожа Севги, вы тоже мама Я думаю, что вы поймете меня Да Я мама Но в то же время я человек, госпожа Зухра Наши дети испытывают самое хорошее в этом мире Они любят друг друга И в этой ситуации Все, что нам остается сказать стоп этой невозможной любви Алло, Кемаль Да, я все еще гуляю Я много тебе звонил Ты устала? Слушай, Кемаль, разве могу я устать от тебя? Была бы ты сейчас рядом со мной Да уж, действительно Давай тогда я сейчас приду к тебе Нет, нет, не приходи Я сейчас домой направляюсь Давай я тебя хотя бы 10 минут повидаю, пожалуйста Кемаль, я бы тоже хотела, чтобы ты пришел Но ты немного отдохни, ты много поработал сегодня Хорошо? Ну, ты же хотел мне спеть песенку Ну, сейчас что ли? Ну, а когда, потом что ли? Потом, обещаю Ну, тогда я запомню твои слова Как-никак мы ведь еще встретимся, не так ли? Конечно Мы никогда не расстанемся? Никогда Слушай, ну я так не могу Я сейчас же приеду Хочу, ну ненадолго, но увидеть тебя Ой, Кемаль Подожди, я автобус сейчас пропущу Хорошо, я еду Я тебя люблю Я люблю тебя, я очень целую То, что два молодых невинных человека Любят друг друга Это невозможно? Не так ли? Все, как вы и сказали Они молоды А молодость Равна сильно ошибкам Госпожа Зухра Молодость равна искренности И доброжелательности Ведь позже люди становятся Вот такими Они забывают Госпожа Сергей Не люблю я слишком долго все объяснять Если Мой муж узнает об этом В нашей семье начнется полный разлад Он никогда этого не позволит И я тоже Действуйте по совести, пожалуйста Будущая жена моего сына Она из-за вашей дочери пыталась самоубиться Боже мой А сейчас что с ней? Мы с трудом спасли ее Мой муж сейчас не знает об этом Но если он узнает, прольется кровь Он вычеркнет Мехмед Кемаля Вы меня понимаете, не так ли? Ну а чего вы от меня хотите? Поговорите с дочерью Позвольте ей увидеть правду Держите ее подальше от моего сына Этого достаточно А Я надеюсь, что вы поняли меня Даже если ваша дочь не развлечением для моего сына И это действительно настоящая любовь Мы не сможем принять Бахар как невестку Если вы не хотите, чтобы у вашей дочи была несчастная жизнь Поговорите с ней Пускай не разорвут отношения Потому что Кемаля будет к лету свадьба с Хандан Спокойной ночи Я сейчас закрою кассу и тоже пойду Спокойной ночи Спокойной ночи Я закончил работу Я могу идти? Слава Всевышнему Ну давай тогда, иди Спокойной ночи Я тоже сейчас выхожу Тебя подвезти до дома? Не уставай в автобусе Ты и так приболела Спасибо, не стоит Мой дом совсем недалеко Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Радо тебя видеть Я забыл свой мобильник У тебя там много пропущенных Тунч Не уходи Не отпускай меня Зачем я должен это сделать? Затем, чтобы ты опять не считалась со мной? План не сработал что? Ты теперь бросаешь меня? Нет Не жди, ты даже этого не видишь Я больше не могу тебе доверять, Эйлюль Я делала все, что ты велел мне сделать Я не говорил тебе ложиться в постель с Дженейтом Я предупреждал тебя, Эйлюль Я тебя предупреждал Но ты оказалась настолько глупой, что не подумала о последствиях Почему этот человек влюбился в сироту этого дома? Потому что она была чистой и невинной Ну а почему мы ее отправили в постель к селе Моа? Чтобы опорочить ее Чтобы Дженейт ее возненавидел Ну а что сделала ты, Эйлюль? Ты за одну ночь показала, что ты такая же, как Фарида Ты что, меня так сильно любишь, что так говоришь сейчас, да? Я ненавижу себя за то, что я сделала Понимаешь, ненавижу Ты слышишь, что я говорю? Я ненавижу Я ненавижу Я ненавижу Значит, вот как, госпожа Фарида Ты своей маленькой головушкой хотела что-то делать за моей спиной? Добрый вечер Рад тебя видеть Взаимно Я тоже могу выпить кофе Зухра Сделай Дженейту тоже кофе Хорошо, сейчас Ты сегодня рано вернулся Я хотел быть дома Очень рад Мне уже ничего не волнует, отец Только работа И семья Это именно то, чего ты был достоин Отец Не дави, пожалуйста, на Тунче Он очень устал А я навалил на него дела Сынок Когда тебя нет рядом, я паникую И от этого реагирую на все Ну хорошо Вот, я здесь Матушка моя Наконец ты смог найти дорогу домой Привет И спокойной ночи Куда ты, сынок? Дай посмотрим на тебя Я устал, братец В другой раз Дженейт У меня нетерпения, ни сил не осталось Ты посмотри на нас Семья разбита Мы одолелись Помоги мне Помоги мне вновь собрать семью воедино Клинусь, я делала это ради нас Давай найдем другой выход Пожалуйста, пожалуйста, прости меня Мне очень жаль Я хотел, чтобы все это закончилось Чтобы он попал в нашу ловушку С прошлой ночи я ненавижу себя Мне совсем не хорошо Тот факт, что помимо тебя кто-то прикоснулся ко мне Я ненавижу саму себя Ладно Успокойся Черт меня подери Я все испортила Я ведь еще не нашла свою сестру Кто знает, где она сейчас Без тебя не смогу я, Тунч Пожалуйста, помоги мне Не волнуйся ты Мы найдем ее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обещаю, я наверстаю упущенное Он как мотылек будет следовать за мной Он будет умолять меня, чтобы я вышла за него У меня будет свадьба с ним Я обещаю тебе Но без тебя я не справлюсь Пожалуйста, скажи, что ты будешь рядом со мной Пожалуйста, скажи, что ты будешь поддерживать меня Я с тобой До конца я буду с тобой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok